RME, друзья! Сегодня снова обзор на RME. И пусть все пишут про превосходство лада или антилопы, эти немцы навсегда смогли занять вакантное местечко в моём сердечке. Друзья, на канале давай запишем Fireface UC от RME. Что это за зверь такой? Давайте смотреть вместе. Поехали! Перед началом сразу ощутим, что это уже, наверное, выше любительского сегмента. Пишем мы всё сегодня с помощью этой карты, с помощью её преобразователей, с помощью её преампов на наш микрофон AC T2. Он конденсаторный, поэтому для его хорошей и, собственно, работы любой, какая бы она ни была, мы подаём фантомное питание с этой карты и усиление на микрофонный канал в размере 30 дБ. Fireface UC позволит нам записывать до 18 каналов параллельно одновременно и воспроизводить точно такое же количество каналов. Давайте считать вместе. На передней панели по входам у нас есть четыре канала, причём первые два оборудованы микрофонными преампами. Сюда можно подключать, что логично, микрофоны. И, соответственно, третий, четвёртый, ну и первый, второй канал можно подключать какие-то линейные источники. Давайте перейдём на заднюю часть карты. Оставшиеся линейные входы в количестве четырёх штук у нас выведены сзади, и к ним плюсуем два канала в цифре по SPDIF и восемь каналов оптических по ADAT. Выходы также начинаются отсюда. Первые шесть линейных выходов выведены в один ряд с линейными входами. Через два выхода мы пока что перепрыгнем. Один стереоканал у нас выводится по цифре в SPDIF, и 8 дополнительных каналов нам обеспечивает оптика. Возвращаясь к седьмому-восьмому каналу на выход, это стереовыход под наушники. Он независимый. Что такое RME? Стабильность, оптимизация, функционал, преампы и преобразователи. Думаю, на этих пяти столпах мы с вами и построим сегодняшний ролик. Если говорить о стабильности, то давно известно, что RME делают аудиоинтерфейсы, которые под нагрузкой мультитреков выдают стабильный результат, не зависают и не сбрасывают драйвер. О щепетильном подходе к оптимизации говорит даже тот факт, что здесь предусмотрено на выбор два режима работы Mac и PC. Причём, если маководам разрешили работать на особо низких значениях буфера, то PC-боярам это значение ограничили в 48 сэмпл. Почему нельзя ниже, я не знаю. И меня, как обладателя Windows, этот факт очень и очень смущает. Низкую задержку по входу и выходу, причём при работе даже с несколькими каналами, обеспечивает ядро RME Hammerfold, которое выдаёт действительно хорошие значения. Причём, упомяну ещё раз, на Mac это значение ещё лучше, потому что там есть возможность работать со значением буфера в 14 сэмплов. Если обратить внимание на функционал, то мы забыли с вами зацепить две фишечки. Во-первых, это MIDI-интерфейс, который позволит нам подключать различную MIDI-периферию. Это какие-то клавиатуры, синты и так далее. Здесь не совсем стандартный разъём, в комплекте идёт проводовщик, который из этого разъёма делает привычный нам MIDI. Во-вторых, это, конечно же, BNC-синхронизация, которая позволит синхронизировать на одну частоту сразу несколько устройств в вашей студии. Чутка разжуем тему с цифровыми каналами, начнём с SPDIF. Итак, здесь у нас есть два разъёма RCA, один на вход даёт два канала дополнительно, один на выход даёт два канала дополнительно. Зачем это нужно и кому это будет удобно. Например, у вас есть двухканальный внешний предусилитель, в котором есть аналого-цифровой преобразователь, и из него у вас есть возможность вот сюда по цифре с помощью провода посылать преобразованный звук. Это хорошо тем, что ваш звук пройдёт всего одно преобразование, не будет мотаться по конвертерам туда-сюда, и, соответственно, будет меньше шакалиться во время работы. ADAT-интерфейс уже поинтереснее будет. Докупаем внешний преамп и получаем дополнительно 8 каналов. Хорошая новость в том, что внешний преамп с преобразователем можно найти почти что под любой бюджет. Например, фирменные RMI-шные преампы многоканальные стоят в районе 100 тысяч, а, например, преампы от Behringer стоят в 10 раз дешевле. Управлять усилением можно как с помощью ручки, вынесенные на лицевую панель, так и с помощью контрольной панели TotalMix FX, что, согласитесь, намного удобнее. Контрольная панель выглядит внушительно, но поверьте, разобраться в ней достаточно просто. По большому счёту у нас в руках оказался цифровой микшер. Выбираем необходимый выход, к примеру, наушники, и посылаем туда фейдерами необходимые каналы. Второй выход, к которому у нас подключены мониторы, мы также набираем отдельно, имея возможность не давать на колонке звук, который мы хотим слышать в наушниках. Ну, к примеру, клик во время записи гитары. У входных каналов есть стандартные настройки. Можно подавать фантомку на микрофонные входы и задавать усиление, а на остальных каналах, к примеру, оно изменяется фиксированно. Все каналы можно объединить в стерео. Есть функции Solo Mute. Завершается всё это полезными функциями программы, вроде запоминания сцен, что позволит сохранять наруленные вами настройки. Микрофонные преампы. Тут у RME, как всегда, порядок. Мы получаем по 65 дБ усиления на микрофонные входы, а преобразователи... а впрочем, работу преобразователей давайте послушаем вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Музыка За кадром осталось довольно много материала, его бы хватило роликов на 10, наверное. Например, вы знали, что здесь под капотом можно найти несколько железок, которые сняты напрямую с топового UFX от RME. Я, например, этого не знал. Ко всему прочему, как и на других интерфейсах, можно подключаться с помощью iPad. Для этого подключаем ваш компьютер в одну сеть, Wi-Fi сеть вместе с iPad. Устанавливаем приложуху, прописываем айпишники, само собой разумеется, и начинаем рулить всеми функциями карты с приложения, что достаточно удобно. Друзья, больше всего мне интересно услышать, что вы думаете по поводу вот этой карты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, поставьте лайк, если ролик пришёлся по душе. Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями, потому что это был Давай запишем, где мы с вами говорим о Pro Audio. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. До встречи в следующем ролике! Под нагрузкой особо сильных мультитреков выдаёт... нет-нет-нет-нет-нет-нет! Поговорите, прикидываю. Пожалуйста. Элё, можно, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...